Роман Мозер Роман Мозер Композитор Йорк Келлер Энтомология Вязание уловистых мушек из материалов Романа Мозера Тактика и техника ловли Полезные советы Поденок семейства эфемериды Или поденок настоящих Также называют майскими поденками Они вылетают в период с мая по конец августа Причем иногда в больших количествах И преимущественно на водоемах Со спокойным течением Поденки этого семейства Самые крупные в отряде поденки Крылью этих поденок прозрачны С большим количеством темных сосудов И покрыты более или менее заметными Коричневыми пятнами Сверху на брюшке имеется рисунок В виде темных полос Весьма характерный для отдельных видов Поденки в зависимости от морфологии И образа жизни их личинок Делятся на четыре типа Роющий, цепляющийся, ползающий И плавающий Майская поденка относится к роющему типу В европейских водоемах Встречаются два вида семейства эфемериды Это эфемериды Даника Или поденка датская И эфемериды Вульгата Или поденка обыкновенная Эфемериды Даника Можно определить по черным продольным полоскам Расположенным по обеим сторонам Сегментов брюшка Начиная с шестого по девятый У эфемера Вульгата Эти полоски расположены на всех сегментах брюшка И имеют форму полумесяца Взрослые окрыленные насекомые Легко узнать по хорошо развитому желкованию крыльев Мембрана крыла в некоторых местах Имеет коричневатый оттенок Цвет брюшка у Даника Может варьироваться от красного до коричневого У Вульгата оно цвета слоновой кости А его задняя часть, как правило, бледно-коричневого цвета Личинки роющего типа Личинки рода эфемера относятся к роющему типу У личинки этого типа вытянутое цилиндрическое тело Сложенные на тыльной поверхности брюшка трахейные жабры Мощные челюсти и сильные передние ноги Приспособленные для рытья грунта Личинки проделывают ходы в верхних слоях Мягкого речного субстрата Где находят для себя пищу и кров Их пища состоит из органических веществ этой зоны Когда нимфы майской поденки поднимаются к поверхности воды То их активные движения брюшком вверх-вниз и опушенных хвостовых нитей Очень похожи на движения рыб Сначала на крючок надевается латунная головка При остановке проводки эта тяжелая головка золотистого цвета увлекает мушку вниз И вся имитация начинает совершать колебательные движения Называемые джиггинг От пера марабу сначала отрезается верхушка Остаток пера укладывается заголовкой поверх целья и фиксируется Длинное и мягкое перо марабу изображает в едином целом как брюшко, так и хвостик мушки И при соответствующей проводке напоминает естественные движения насекомого Потом вяжется довольно толстое тело из светлого даббинда Волокна даббинга расчесываются для того, чтобы они выглядели естественно Как двигающиеся трахеи, плывущие личинки майской паденки Из тонкого латекса вырезается сравнительно широкая волоска И закрепляется позади золотистой головки Для имитации торекса и зачатков графиф используется темный или черный даббинг Теперь пластинке латекса нужно придать форму красивых зачатков крыльев Для этого из нее вырезается треугольный сегмент Края зачатков крыльев выделяются с помощью черного маркера Ловля на Мэйфлай-нимф С помощью надувного плотика можно облавливать более глубокие участки реки со спокойным течением Именно и листая дно этих участков является местом обитания нимф майских паденок Ловля с плотика возможна только на умеренном течении Используя ласты, рыболов отправляется на место рыбалки И при желании может оставаться на нем, спокойно работая ластами Движение поднимающихся к поверхности нимф семейства майские паденки Очень похоже на активные движения рыб Иногда они останавливаются, чтобы передохнуть И при этом немного спускаются вниз Длинная и мягкая часть Мэйфлай-нимф из пера марабу При соответствующей проводке извивается, как брюшко и хвостик плывущего живого насекомого Рыболову, находящемуся на плотике, через поляризационные очки Хорошо видно дно, а если вода в водоеме прозрачная Он может также наблюдать и за поведением рыб Особенно на мелких участках реки рыбы исключительно пугливы И, увидев рыболова, немедленно исчезают Однако нашлись экземпляры, которые все-таки не устояли Перед соблазнительным марабуджигом и попались Метаморфоз и стадия спент майской поденки Пустые оболочки нимф, плавающие на поверхности воды Свидетельствуют о том, что для майской поденки пришло время метаморфоза Нимфа поднимается к поверхности воды и там зависает Плавательные движения трахейных жабр поддерживают ее в этом положении До начала превращения в субымага Для имитации нимфы в этой фазе вяжется Мэйфлай-эмёджер Типичный образец всех вылупливающихся субымага семейства эфемериды Подложка заканчивается небольшим утолщением на конце цевья Поверх этого утолщения привязывается хвостик и сбородок мягкого пера Монтажная нить уводится вперед на две трети длины крючка На первую треть будет намотан даббинг Поскольку на эту мушку ловят в поверхностном слое воды А крючок из-за своего размера имеет сравнительно большой вес То здесь необходим даббинг из меха косули Сам по себе мех косули очень хрупкий И в чистом виде для даббинга не применяется Поэтому Роман добавляет к нему в качестве основы мягкие волокна антрона К тому же эти волокна блестят А такой световой эффект наблюдается у всех всплывающих и линяющих паденок Затем на первой трети крючка У передней части тела закрепляется двойная прядь волокон Гостфайбер Для имитации зачатков крыльев Вырезанный из хвостового пера утки сегмент в виде латинской буквы V Закрепляется за ушком крючка Таким образом, чтобы острые концы сегмента Располагались по обеим сторонам цевья И имитировали ноги вылупливающегося насекомого Зачатки крыльев коротко подрезаются И с помощью более тонкого даббинга Формируется головка и торг смушки Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, мушка аккуратно расчесывается И становится после этого довольно пушистой Субтитры создавал DimaTorzok Брачный полет майских поденок Зрелище впечатляющее Самцы взлетают высоко вверх А затем с распростертыми крыльями В планирующем полете спускаются вниз Самки покидают прибрежные заросли И в воздухе происходит спаривание Пройдет немного времени Самки опустятся на воду Чтобы отложить оплодотворенные яйца После отложения яиц Самки совершенно обессилены Вскоре погибшие насекомые Или спент С распростертыми и конвульсивно подергивающимися крыльями Поплывут по течению Мертвые майские поденки Желанная и легкая добыча рыб Мэйфлай спент Является типичным образцом Всех погибших Или умирающих поденок Семейства эфемериды Хвостик выполняется из трех бородок Хвостового пера фазана У имага хвостовые нити Значительно длиннее, чем у зуба мага С помощью темного деббинга Имитируются черные полоски На последних сегментах брюшка поденки Виды эфемера Таника Даббинг из меха косули Смешивается с антроном Эта мушка кровная и тяжелая Тем не менее, она должна обладать Хорошей плавучестью Что и обеспечивает полную структуру Волоса косу Субтитры создавал DimaTorzok Для крылышек берется пучок белого гостфайбер Он закрепляется узлами восьмерка И укорачивается до нужной длины Темный торекс Также имитируется с помощью Довольно темно окрашенного меха косули Колючая структура которого Позволяет одновременно изобразить И ноги этого насекомого Субтитры создавал DimaTorzok Теперь нужно расчесать крылышки С помощью толстого маркера Выделяется основание крылышек Темные пятна посредине крыльев Майской поденки Изображаются тонким черным маркером После этого крылышкам с помощью ножниц Придается окончательная форма Сначала из крылышек вырезается небольшая часть Чтобы выделить задние крылышки Так называемые хинтвикс Наконец крылышки немного подрезаются наискось Закругляются И мой флайс бинт готовы Поденки цепляющегося типа Итак, о поденках роющего типа Нам теперь все известно О поденках плавающего типа Мы подробно рассказывали В первом фильме этой серии Теперь мы сконцентрируем свое внимание На поденках цепляющегося типа Этот тип представлен Только одним большим семейством Хептогениида Или семейство поденки семидневные Личинки этого типа Отличаются плоским телом А также ногами, расположенными В горизонтальной плоскости Плоское тело позволяет личинкам Находиться в зоне быстрого течения Личинки живут в местах С довольно сильным течением Небольшой глубиной И каменистым дном Личинка Зарывается плоским телом В субстрат Течение в пограничной зоне Между субстратом и основным течением Практически отсутствует Поэтому основное течение Только скользит по спине личинки Другим признаком представителей Семейства хептогенииды Являются жабры Или тергалии В форме пластинок Зона быстрого течения Насыщена кислородом Поэтому личинкам Для их существования Не нужны и пучкообразные Тонко разветвленные тергалии Пластинчатые жабры Также помогают личинкам Удерживаться на субстрате У нимф родов ретрогена И эпиорус Расширенные жаберные пластинки Налегают друг на друга Образуется так называемая Вакуумная присоска Которая позволяет нимфам Прочно держаться На поверхности камней У большинства нимф других родов Как например у нимф рода Эгдианурус Широкие пластинчатые жабры Образуют плоскую дискообразную поверхность Для надежного сцепления с субстратом Кроме того У этой личинки существует еще дополнительная Вакуумная присоска В области торакса Эта мушка является типичным образцом Всех нимф Семейства хептогенеиды Сначала нужно нанести на цевье крючка Немного секундного клея А затем намотать подгрузку Из свинцовой прогулки Нимфы этого семейства Обитают на дне водоемов Поэтому ловить их на имитации Нужно там же У нимф имеются две или три толстые хвостовые нити Поэтому для имитации хвостика Используются соответственно толстые бородки Хвостового пера петуха Фазана Монтажная нить при закреплении бородок Перед созданным на конце цевье уплотнением Натягивается И бородки разводятся в стороны В том же месте закрепляется черная монтажная нить Позже она будет использована Для имитации четко выраженных сегментов У нимф цепляющегося типы Из очень тонкого латексного материала Вырезается полоска конической формы Острый конец, который закрепляется перед хвостиком Теперь монтажная нить уводится вперед До ушка крючка Для формирования торакса и ножек Нимфы Для этого из шкурки белки Вырезается небольшой пучок меха Коричневый вкрапинку цвет меха белки В точности соответствует темно-коричневому тораксу этих нимф Пучок закрепляется поверх ушка Для имитации тела больше всего Подходит дабинг из антрона темно-желтого цвета Сверху мушки она имитирует хитиновый панцирь нимфы А пушистый дабинг снизу имитирует ее трахею С помощью черной монтажной нити На полоски латекса выделяются сегменты И формируется часть темной головки мушки Что свидетельствует о том Что нимфа готова к преобразованию всю бумагу Пучок волос поднимается вверх Отгибается назад и фиксируется После этого волоски начинают веерообразно топорщиться во все стороны И имитируют широкий торакс и сильные скобообразные ноги этой нимфы Этим же способом вязания одновременно изображается Также головная часть мушки с крупной головой И мощными ротовыми инструментами Для соскабливания пищи с камней И глазами этого насекомого Главное это вид в целом Различить детали на быстром течении Где обитает эта нимфа Рыба все равно не может Ловля на хептогении нимф на мелководье В глубоких высокогорных ущельях Где недалеко от поверхности земли Расположены подземные источники Встречаются ручьи и реки с холодной и насыщенной кислородом водой Это излюбленные места пребывания представителей семейства хептогениида Они прячутся под большими овальными каменными глыбами И объедают растущие на них водоросли Долина наполнена ароматом большого количества ярко раскрашенных цветов и растений Вода в этих высокогорных реках прозрачная, как стекло Из-за близости подземных источников температура воды очень низкая И рыба поэтому растет здесь очень медленно Но это компенсируется исключительным покоем и красотой окружающего ландшафта В холодной и кристально чистой воде водится радужная и ручьевая форель Хариуса здесь нет Под камнями живут нимфы цепляющегося типа В больших количествах здесь можно встретить нимф рода ритрогена Относящихся к семейству хептогениида У этого насекомого черные зачатки крыльев Что свидетельствует о его готовности к преобразованию в субимагу А на нижней части торакса имеется своего рода плоская вакуумная присоска На не очень глубоких местах водоемов Роман применяет утяжеленные нимфы и индикатор поклевки Butterfly Состоящий из ярких, обладающих исключительной плавучестью синтетических волокон Благодаря своей плоской форме, напоминающей форму бабочки Он может длительное время оставаться на поверхности воды При монтаже сначала к миникон петлей прикрепляется индикатор А потом под лесом Медленно тонущий нимфовый под лесок Также прикрепляется способом петля в петлю Петля на конце под леска надевается на миникон Конец под леска продевается в колечко А затем протягивается и весь под лесок Так получаются идеальные соединения, позволяющие быстро заменить под лески Хептогения нимф привязывается к поводку И можно начинать лом Сначала облавливается неблубокая береговая зона со спокойным течением И только после этого участки с более быстрым течением К ним можно подойти поближе, поскольку рыба под защитой турбулентности в верхних слоях воды чувствует себя более уверенно При ловле в прозрачной воде Роман применяет медленно тонущий, скрученный из прозрачных волокон под лесок Удельный вес которого в два раза выше удельного веса воды Опытный нахлыстовик может опустить этот под лесок на любую глубину В зависимости от применяемого варианта заброса Под лесок либо вытянется на поверхности воды, либо вертикально опустится вниз На мелких местах можно ловить, применяя классический заброс При котором под лесок ложится на воду в виде прямой линии А мушка на вытянутом шнуре может опуститься достаточно глубоко На более глубоких местах после заброса вперед удилище останавливается в положении 10 часов И при этом под лесок слегка отклоняется вниз А мушка может беспрепятственно опуститься ко дну Если глубина составляет около 1 метра или течение более сильное То применяется заброс так-каст При котором под лесок почти вертикально падает вниз И нимфа более длительное время и без помех может погружаться в глубину Продолжение следует... Продолжение следует... В горном ручье с кристально чистой водой рыба очень пуглива Однако при вовле вверх по течению она не видит приближающегося сзади рыболов Так как цепь стоит головой против течения Кроме того в пределах узкого сектора позади себя Находящегося вне поля зрения обоих глаз Форель вообще ничего не видит Даже у такого опытного нахвостовика как Рома Муза Случается, что при посыле шнура назад он цепляется за ветки деревьев или кустам В этом случае нужно обязательно проверить состояние подвеска и мушки И если потребуется, то заменить их Чем больше пищи в водоеме, тем разборчивее рыба В горных ручьях, где пищевой рацион весьма скуден Рыбе не докаплись Она просто может умереть с голой Личинки цепляющегося типа прячутся под каменными глыбами И чувствуют себя там в относительной безопасности Случается, однако, что из-за чистой неосторожности личинок Бурный поток подхватывает их и уносит Они плывут, стараясь поскорее добраться до ближайшего убежища Однако чаще всего им это не удалось Форель оказывается правой В этой ситуации она, не задумываясь, также хватает связанную на крючке Кептогене и нерв Для холодных горных ручьев Эта ручьевая форель Прекрасный экземпляр Более крупной рыбы здесь, очевидно, не может Все нимфы цепляющегося типа относятся к семейству хептогенеиды В этом семействе имеются четыре рода, которые представляют интерес для нахлостовика Это хептогения, ретрогена, эпиорус и экдианурус Нимфы родов ретрогена и эпиорус могут без проблем находиться на участках с быстрым течением Их пластинчатые жабры образуют вакуумную присоску С помощью которой они могут крепко держаться на субстрате Нимфу рода эпиорус сразу же можно отличить от других личинок поденки Поскольку у нее только две хвостовые нити В Великобритании эта нимфа не встречается Нимфа рода ретрогена предпочитает участки водоемов с самым быстрым течением Ее дискообразные жаберные пластинки находятся на первых семи сегментах брюшка Три хвостовые нити отличают ее от нимфы рода эпиорус Вторую и последнюю представительницу нимф с дискообразными пластинчатыми жабрами Представители других родов, как хептогения и экдианурус, менее привязаны к определенным местам обитания Они населяют также зоны со спокойным течением, где ритмично работая трахейными жабрами Обеспечивают себя необходимым количеством кислорода Нимфу рода хептогения легко узнать по плоскому телу, широкой голове и трем толстым хвостовым нитям Средняя хвостовая нить после превращения в субы мага отпадает Что является характерным признаком представителей семейства хептогенида Строение тела нимфы рода экдианурус такое же, как у рода хептогения Существенная разница заметна только в окраске тела У экдианурус она более пестрая Оба рода населяют прибрежные зоны наших больших рек Ловля на хептогении нимф на глубине Для ловли глубоко стоящей рыбы необходим быстро тонущий подвеск Роман Мозер пользуется только подвесками, которые он сам разработал Здесь он выбирает подвесок фаст-синкенка со свинцовой вкладкой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На быстром течении у рыбы нет возможности быть чересчур разборчивой, и к тому же она едва ли успеет разглядеть подлеску. Если рыба сразу не схватит мушку, то мушка тут же исчезнет. Поскольку утяжеленный поводок при холостых забросах колеблются и живет как бы своей собственной жизнью, то прежде чем послать шнур вперед, следует в этот момент, пока на конце удилища почувствуется вес. Для этого необходимо, чтобы при выполнении заброса шнур постоянно полнотянут, а также правильный расчет времени. Кроме того, всегда следует стремиться делать забросы на короткие дистанции, чтобы мушка достигала цели после одного или максимум двух холостых забросов. Поклевка может выглядеть по-разному. Иногда индикатор поклевки просто исчезает под водой, а иногда неожиданно останавливается. Во всяком случае, на любое нарушение нормального грифа и индикатора нужно реагировать мгновенно. При лове рыболову необходимо сосредоточиться и очень свободно держать удилище в руке, чтобы реакция мышц в момент поклевки была немедленно. При ловле вверх по течению, подплывающий шнур вывернуется в соответствии со скоростью течения через средний палец руки, держащий будильщик. Это позволяет своевременно сделать эффективную подсечку, а затем поддерживать постоянный контакт с рыбой. Продолжение следует... Роман Мозер сам оснащает свои удилища. Поскольку у него имеется собственное представление о том, как необходимо расставить курицы и какой должна быть пробковая курица. Дизайн его удилищ уникальный. Роман пользуется быстрыми работающими по всей длине удилища. Противоположность к жестким удилищам. Его удилища особенно хороши для элегантного предложения ножки и кольцевых запросов. Но в то же время они обладают мощью, необходимой для дистанционных запросов. Длина удилища зависит от метода ловли и размера водоема и колеблется от 8 до 10 футов. Нимфы цепляющегося типа плохие пловцы, поэтому и процесс превращения в субы мага для них бывает проблематичным. Но природа находит решение любой проблемы. Так, например, нимфы рода Эпиорус и вида Хептогения и Латералис расстаются со своей старой оболочкой под водой. За один день до этого нимфы устраиваются на стороне камней, защищенных от течения. Когда приходит время метаморфоза, они под водой сбрасывают свою оболочку и как субы мага поднимаются к поверхности воды, а затем сразу же улетают. Другие виды, а также нимфы рода Эгдионурус, линяют на субстрате. При этом личинка взбирается на большой камень, верхняя часть которого находится почти у поверхности воды. Здесь она может спокойно выползти из своей оболочки, без риска быть съеденной рыбой. Отдых перед отлётом может составить несколько минут. Однако большинство нимф цепляющегося типа линяют и превращаются в субы мага на поверхности воды. Для этого они покидают своё укрытие под камнями и с трудом плывут к поверхностному слою воды. К счастью, и здесь опять на помощь приходит природа. Между покровом нимфы и покровом субы мага образуются крохотные воздушные пузырьки. Нимфы до превращения в субы мага довольно долго сплавляются по течению и становятся лёгкой добычей рыб. На цевье перед утолщением закрепляется короткий хвостик из мягких бородок пера. После этого монтажная нить уводится вперёд и перед ушком крючка оставляется промежуток размером в один миллиметр. Пучок волокон Гостфайбер закрепляется у ушка крючка таким образом, чтобы отдельные волокна расположились вокруг цевья крючка. Для изготовления тела используется сравнительно толстый волокон Гостфайбер. Продолжение следует... Пучок волокон Гостфайбер укорачивается. Ему придаётся вертикальное положение по отношению к цевью крючка и в таком положении он фиксируется на моткой монтажной нити. Затем у ушка крючка прикрепляется перо Си-Ди-Си, у которого предварительно отрезается верхушка. Си-Ди-Си это пуховое перо, находящееся около копчиковой железы водоплавающих птиц. Упираясь с волокна Гостфайбер, бородки пера Си-Ди-Си распределяются вокруг цевья крючка и стоят почти под прямым углом по отношению к нему. Если на эту мушку ловить как на эмеджер в поверхностном слое воды, то благодаря давлению и течению она приобретёт форму капли с более светлой областью торекса, которая очень естественно имитирует газовое наполнение и форму всплывающей нинфы. Ловля на хептогене эмеджер Для того, чтобы сделать петлю на конце шнура, необходим коннектор миникон. Предварительно конец шнура обрезается наискось, и срез покрывается слоем водостойкого секундного клея. Если этого не сделать, то плетённая сердцевина шнура может впитывать в воду, и конец плавающего шнура будет тонуть. Коннектор миникон состоит из плетённой трубочки с двойной стенкой и петлёй и силиконовой трубочки. Двойная стенка прочнее и обеспечивает однородный без ступеньки переход к подлеску. Плетённая трубочка обычно впитывает воду, однако благодаря двойной стенке её размеры удалось сократить до минимума, и к тому же она малозаметна. Конец шнура как можно глубже вставляется в плетёную трубочку. При этом значительно легче удерживать плетёную трубочку, используя имеющийся в комплекте специальный штифт. Позже, с его помощью, можно также прочищать залитые клеем ушки крючков и развязывать образовавшиеся на подлеске узлы. После того, как силиконовая трубочка закроет конец плетёной трубочки, соединение надёжно склеивается секундным клеем. Кстати, этот клей очень эластичен и не может повредить шнур. На хептогене Эмеджер ловят ранней весной, в период высокой воды, когда вылупливаются субимагу семейства хептогениида. При высокой воде в первую очередь облавливается береговая зона, и для этого имеются две причины. Во-первых, очень много рыбы держится в спокойной воде у берега. А во-вторых, рыба, скрывающаяся среди неровностей дна на середине реки, не будет брать мушку с поверхности воды. При ловле вниз по течению здесь в первую очередь применяется заброс «Ричкаст» с остановкой удилища. Делается сравнительно короткий заброс наискось вниз по течению. Удилище останавливается в положении 12 часов. Удилище удерживается в этом положении, поэтому опускающийся шнур за счет своего веса возвращается назад к удилищу. Образуется достаточное количество свободно лежащего на воде шнура для того, чтобы мушка могла сплавляться без помех. Удилище наклоняется вперед по мере сноса шнура течением. Таким образом, и при ловле вниз по течению возможен сплав мушки на длинную дистанцию до места стоянки рыбы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все имаго-личинок цепляющегося типа имеют две хвостовые нити. Имаго рода Эпиорус довольно крупное насекомое. Длина его тела колеблется от 16 до 20 мм. У этого имаго уже имеется мешочек с яйцами, который будет смыт течением, когда паденка на несколько секунд опустится на поверхность воды. Вторым представителем цепляющегося типа, обитающим на быстром течении, является род ретрогена. Это субумага самца вида ретрогена Семиколората. Длина тела этих насекомых составляет порядка 1 см. Они вылетают в период с мая по август. Характерным признаком самцов рода Эгдионурус являются глаза тюрбаны. Длина тел насекомых может быть в пределах от 12 до 16 мм. Это имаго рода Эгдионурус, которая в старой английской рыболовной литературе часто именовалась как Расти спиннер. Другими признаками этого рода являются исключительно длинные передние ноги и хвостовые нити насекомых. Они вылетают с мая по сентябрь. Последним представителем семейства хептогенида является род хептогения. Это субумага самки вида хептогения Сульфуреа. Длина ее тела может составлять от 10 до 12 мм. Самцы примерно на 2 мм короче самок. Насекомые вида хептогения Сульфуреа вылупляются в период с июня по сентябрь. Поскольку все подемки в стадии субумага выглядят почти одинаково, то в качестве единого обобщенного образца можно связать сноуфлейк дан и успешно ловить на него. Для хвостика берется верхушка пера CDC. Широкая опорная поверхность этого пера поддерживает над водой самую тяжелую часть мушки. Кроме того, мягкие бородки пера не мешают рыбу всасывать мушку. Для формирования тела используется даббинг из меха кролика. Субтитры создавал DimaTorzok Из пера петуха вырезается сегмент в виде латинской буквы V и фиксируется на цевье крючка. Это имитация ног насекомого, которые к тому же придают мушке поперечную остойчивость. Крылышко также изготавливается из пера CDC. Это перо находится около копчиковой железы утки и у него отличная плавучесть. Кроме того, его бородки приходят в движение уже при малейшем дуновении ветра и тем самым как бы вдыхают в мушку жизнь. У пера есть только один недостаток. Связанную с ним мушку плохо видно на воде. Чтобы мушку было видно намного лучше, к ней прикрепляют так называемый крылышко-индикатор. Для этого впереди закрепляется и относительно коротко обрезается пучок волокон антрона. Сноуфлейк дан, мушка, которую очень хорошо видно даже в сумерках, и при ловле на водоеме с темной поверхностью дна. Ловля на сухую мушку в карманах за каменными глыбами. В ущелье, где река вынуждена прокладывать себе путь между отвесным и скалами, часто встречаются участки с большим количеством каменных глыб. За каждой такой глыбой образуется так называемый карман, где охотно держится рыба. Облавливать эти карманы довольно трудно из-за различных по скорости течений, необходимости делать исключительно точные забросы и короткого дрейфа мушки. И все-таки, направляясь взгляд за Романом в эти потрясающе красивые места, вы наблюдаете, как он, используя отточенную технику к мушку, выманивает рыбу из их водителя. Субтитры создавал DimaTorzok Короткими забросами облавливают все места, предполагаемые стоянок рыбы. Для ловли здесь ромб выпал в зону флейклайн, сухую ножку, которую, благодаря короткому светлому крылышку-индикатору, можно различать на воде при любых условиях видимости. Всегда нужно облавливать карман, начиная с его нижней части, где, возможно, на меньшей глубине может стоять рыв, а затем, увеличивая длину забросов, причесать и весь карман. Заметно, что дрейф ножки может быть очень коротким до момента, когда течение он успеет с собой со скоростью ракеты. Для того, чтобы увеличить дистанцию дрейфа, ромб в этих условиях ловли всегда применяют вариант заброса, который называется так-каст. При классическом забросе поводок ложится на поверхность воды в виде прямой линии и сразу же сносится из-за сильного давления течения на шнур. У рыбы нет возможности схватить мушку, которую буквально выдергивают у нее из-под носа. Напротив, при забросе так-каст, поводок опускается на поверхность воды почти вертикально. Благодаря свободно лежащему на воде поводку, мушка в течение более длительного времени остается на более спокойном течении позади каменной воды. Поскольку дистанция дрейфа мушки получается очень короткой, то мушку нужно несколько раз положить в одно и то же место. Иногда рыба следует за мушкой, но из-за слишком сильного течения и волнения воды не успевает схватить ее или промахнуться. Она, безусловно, возьмет мушку при следующем забросе и более естественном дрейфе. Оказавшись на крючке, рыба сразу же пытается скрыться под камнями. Чтобы не потерять ее, нужно при вываживании держать удилище в высоко подлитой руке. Для того, чтобы увереннее противостоять сопротивлению руку и ускорить процесс вываживания, что, безусловно, пойдет рыбе на пользу, в этих условиях ловли можно спокойно ставить помадор диаметром 0,18 мм. У рыбы все равно нет времени, чтобы как следует рассмотреть мушку. Роман ловит рыбу одну за другую. Прочесывание с помощью сухой мушки карманов на участке реки с крупными волнами. Исключительно интересный вид. К сожалению, большинство нахвостовиков редко посещают подобные участки, расположенные в труднодоступных местах. Кроме того, при ловных карманах рыболов должен уметь выполнять различные специальные запросы, чтобы предложение мушки было исключительно точным. Однако именно благодаря тому, что в подобных местах рыболовы появляются очень редко, рыбу здесь много, и она не боится потресков. Возможно, при следующей вылазке вам следует попытать счастье именно на таком потреске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Насекомые в стадии имага представляют для нахлостовиков небольшой интерес. Исключение составляет только имага, который после отложения яиц беспомощно плывет по течению с распростертыми крыльями. И поэтому есть смысл связать его имитацию. У загиба крючка из монтажной нити формируется небольшое утолщение, которое приподнимает и разводит в стороны бородки пера из хвостового пера фазана. У крупного экземпляра Red Spinner, которого имитирует эта хиптогения Spent, очень длинные хвостовые нити, сегментированные коричневыми поперечными полосками. Последние сегменты брюшка у этого насекомого обычно почти черные, поэтому для их имитации используется дабинг темного цвета. Само тело вяжется из дабинга красновато-коричневого цвета. Теперь берется прядь волокон ГОСТ. И закрепляется узлами восьмерка под прямым углом по отношению к цевью. Для усиления блеска прозрачных крылышек поверх них укрепляются волокна Амтрона. Темный дабинг, который должен имитировать головку и торакс, наматывается восьмеркой между крыльями. Продолжение следует... У паденок семейства хиптогенииды имеются также и задние крылья, Поэтому крылышки имитации подрезаются таким образом, чтобы силуэт передних и задних крылышек был точно такой же, как у умирающего насекомого. С помощью маркера на передней части крылышек наносится несколько темных точек. И мушка готова. Ловля на хиптогении Спент в быстром горном ручье. После брачного полета, который часто происходит высоко над рекой, самки возвращаются к поверхности воды, чтобы обеспечить продолжение рода. После этого они погибнут и поплывут навстречу своей неизбежной судьбе – исчезновению. Именно в этой стадии они вновь становятся добычей лососевых. Для того, чтобы обеспечить плавучесть мушки на быстром течении, ее нужно обработать флотантом. Для этого Роман применяет Merrick Fly Fleutent – синтетический гель с очень низкой температурой плавления. На пальцах он становится текучим и легко проникает в крылышки и тело мушки. Когда мушка плывет по воде, то из-за низкой температуры воды гель густеет и покрывает материал мушки невидимым защитным слоем. Рельеф дна небольших горных ручьев часто имеет ступенчатый уфон. Причем в зависимости от образований горных пород, участки с быстрым течением сменяются пулем. Вода в ручьях возвраченная, поэтому облавливать пулы крайне сложно. Часто остается только одна возможность, а именно подниматься вверх по течению и прочесывать впереди себя возможные стоянки рыбы. Передвигаться следует крайне осторожно, чтобы не спугнуть стайку мелких рыбок, которая может метнуться к входу в пул и насторожить, возможно, более крупные экземпляры фолеи. Можно также встать посредине пула, прогнав мелочь вниз по течению и полностью сосредоточиться на бурлящих потоках у входа в пул. Стоя в глубокой воде на хвостовик, имеет возможность довольно близко приблизиться к рыбе. Дистанция забросов сокращается, поэтому нет необходимости делать холостых забросов, которые при ловле в этой прозрачной воде могут распугать рыбу. Роман пытается положить мушку без холостых забросов. Глубина слишком велика, чтобы продвигаться дальше. К тому же ловля на этом участке пока что не дала результатов. Есть смысл попытать счастье в другом месте. Чтобы подлесок в прозрачной воде не отпугивал рыбу, нужно забросом вверх по течению предложить рыбе мушку таким образом, чтобы дуга, образованная шнуром и подлеском, огибала рыбу и находилась вне поля зрения рыбы. При дуговом забросе, английское название которого «бау-каст», нужно в зависимости от конкретной ситуации положить шнур дугой налево или направо. В принципе, дуговой заброс – это не что иное, как дозированный удар плетью, как его именует роман, или боковой таг-каст с резкой остановкой удилища. В результате чего энергия заброса распространяется вплоть до мушки и, двигаясь в обратном направлении, кладет шнур и подлесок на воду дугой. При зацепе мушки за камень ее в большинстве случаев можно освободить кольцевым забросом – трюк на хвостовика, о котором нужно помнить. При ловле на хептогене Эспент Роман изображает конвульсию умирающего насекомого, подтягивая к себе мушку легкими короткими рывками по поверхности воды. Движение распростертых крылышек очень похоже на движение насекомого и весьма соблазнительны для рыбы. Безжизненно сплавляющиеся по течению насекомые представляют для форели меньший интерес. Форель очень похожа на кошку. Ее возбуждают все живое или движущееся. Это не исключение, что некрупная рыба тоже ловится на большие мушки. Имея представление об обозе жизнеподенки, поведении рыб и их питания, на хвостовик всегда сможет выбрать нужную мушку. Для этого необходима многолетняя практика и знание основ энтомологии.